Привет, друзья! Сегодня день котиков, 1 марта, если вы не знали, поэтому мы сегодня рисуем котика. Как нарисовать котика быстро и просто? Смотрите, я уже набросала немножко, но он все из простой формы. У меня здесь овал, треугольники, кружочки. Давайте вот посмотрим. Вот мордашка овал, треугольнички, да? То есть проводим ось горизонтальную, вертикальную, как мы всегда с вами делали, да? Отмечаем глаза кружочками, потом немножечко их как бы сужаем по бокам. Вот с этой стороны и с другой стороны. Смотрите, чтобы это было симметрично, да? И по высоте они были одинаковые, то есть по высоте и ширине. Дальше носик тоже проверяем, чтобы он был у нас тоже симметричный относительно оси вертикальной. И по горизонтали тоже, чтобы у нас был одинаковый, небольшой. Референс можно будет взять, в принципе, в интернете я вам выложу вот эту картинку, можно будет посмотреть. Также я в телеграм-канале уже выкладывала и книги, и просто картинки, как рисовать котиков. Поэтому просто заходим в мой телеграм-канал, оставлю я в описании, и смотрим, как это делать. Поэтому я это сейчас повторять не буду, просто сейчас будем закрашивать. Я буду закрашивать маслом, сухой кистью, такая техника, очень быстро закрашивается, за 5 минут мы с вами все сделаем. И котик будет такой, как настоящий, пушистый, красивый. Можно делать то же самое карандашами. То есть вы просто берете цвет, которым я закрашиваю, я буду охра с золотистой. Всего котика это закрашивать. Ну где-то я буду подмешивать белила, а где-то я уже потом возьму более коричневый, такой коричневый марс. И где-то усилю. Но все, у меня золотистая охра, то есть это просто такой, если карандашик мы берем, то это не телесный цвет, а чуть больше, чем телесный цвет. Вот посмотрите какой, да, то есть он и не коричневый, он вот именно золотистый, да. Ну давайте возьмем вот коричневый или золотой. Вот золотой, кстати, карандаш, если у вас есть, то вот он подходит. Итак, я беру мою золотистую охру, мою золотистую охру, и начинаю вот так вот смешивать с белилом. Для того, чтобы получить светлую охру, грубо говоря, да, у меня кисть сухая, сухое масло, и я потихонечку начинаю закрашивать. Опять же, эта техника очень похожа на пастель. Если у вас есть пастель, то же самое делайте, подбирайте просто нужный мелочек, и начинаем закрашивать нашего котика. У меня бумага акварельная, она капризная, в плане того, что вот я шерсть стереть не смогу, потому что она туда, она пушистая у меня хлопок, 300 грамм, и очень хорошо вбирает в себя краску. Пробовала, не получается, то есть нужно, если рисовать, то на акварельной обычной, либо для черчения, 200 грамм, то есть просто бумага, 200 грамм, вот и все. Любая акварельная, для черчения, без разницы, вся подходит. Все, и аккуратненько мы начинаем закрашивать, я кисточкой, вы карандашами, например, или если у вас есть масло, можно маслом с сухой кистью, то есть мы не макаем ни в какие разбавители. Все, аккуратненько просто беру краску и все, и сразу наношу вот так вот, и закрашиваю осторожненько, сначала одним цветом, потом будем усиливать. Все, сейчас поставлю на быструю перемотку, ну, чтобы не смотреть, как я тут мажу, я не знаю. Вот, просто закрашиваем те части, где у нас, ну, он рыженький, да, то есть первый слой, грубо говоря. На что нужно внимание обратить, что я не закрашиваю глубину ушей, я не закрашиваю глаза, я не закрашиваю нос, я не закрашиваю там, где у него губы, вот этот вот ротик, и вот там, где голова смыкается, как бы стык такой с телом, тоже не закрашиваю. Обратите внимание, то есть прям на паузу поставьте видео и посмотрите, какие части я не закрашиваю. Также не закрашиваю части там, где попадает свет от лапок. Далее я беру более темный охру, прям тот же самый цвет, просто уже не разбеленный, и затемняю те части, которые, ну, вот где у него вот этот, он полосатый, то есть где вот эти полосочки, это возле глаз, там, где глаза, видите, как бы, вот у всех кошечек, кстати, где глаза, вот эта вот полосочка есть, ну, вот полосатых кошечек, можете прям посмотреть в интернете и приблизить, и увидите вот эту полосочку, тоже ее усиливаем. В глубине ушек усиливаем, то сейчас, когда мы положили с вами первый слой, мы сейчас делаем усиление, мы усиливаем темный цвет. Вот, вот я усилила, где глазки, где бровки, где ушки и где лапки. Сейчас я остановлю, помедленнее будет. Вот, посмотрите, уже котик проявляется, то есть сейчас мы с вами усиливаем, там, где лапки, где вот эти вот подушечки, да, где стык идет одной подушечки к другой, да, то есть именно пальчики, грубо говоря, да, у котика. То есть это все тоже вырисовываем, тоже показываем, где эти пальчики, да, как можно показать только тенью и светом. То есть мы, когда положили с вами тень, даже вот небольшую, слегка, все, у нас сразу появились подушечки вот этих пальцев, да, то есть вот эти лапочки, они сразу проявились. И там, он сидит на какой-то пушистой подстилочке, поэтому вторую, ой, третью лапочку, которая к нам повернута, бочок, ну, вот задняя лапка, ее не видно, она прячется туда в пушистую вот эту вот подкладочку, ну, вот это вот мы тоже изобразим с вами, что она туда прячется, то есть у нас ее, эту лапку не видно дальше. Так, хвостик тоже не видно, он туда уйдет, поэтому мы тоже этого прорисовывать не будем. Все, теперь нам нужно только сделать где-то, наоборот, высветить, где-то усилить. Вообще, там, где светлые части, мы просто туда не заходим, да и все. Это где прям именно пушистые белые, но я вам покажу, конечно же, просто когда можно взять белило и белилами поверх положить. Все это я тоже покажу, эту технику. Дальше давайте закрасим глазки. Итак, я выдавила коричневый Марс и синий ФЦ. При смешении коричневого и синего у нас получается черный, он получается такой фиолетовато-черный, красивый цвет. Вообще, я сам чистый черный не люблю, он слишком пустой какой-то, но иногда его нужно будет применять. В данном случае мы не будем это делать. Мы возьмем коричневый, который у нас присутствует и еще будет присутствовать, я еще буду усиливать наши тенюшки и полосочки у котика. И в глазках у нас будет синий, поэтому мы смешаем эти два цвета и это будет гармонизировать нашу картину. Поэтому, если вы рисуете карандашиками, просто берете темно-темно-синий, например, карандаш. Либо, ну, либо черный, если хочется, да. Все, мы закрашиваем зрачки справа-слева, аккуратненько. Там с левой стороны будет еще возле зрачка блик, то есть ту часть я не буду закрашивать. Об этом тоже нужно помнить, то есть у нас блик будет с вами с правой стороны. Все, это мы закрепили с вами и свет у нас падает справа, почему и блик, да, с правой стороны. Всегда свет и тень мы держим в голове, откуда источник света. Всегда не забываем про это для того, чтобы у нас в нашей иллюстрации не было каких-то непонятностей, откуда свет-то падает в итоге, да. Вот, все, дальше я беру просто ФЦ синий на кисточку на эту, то есть кисточку только вы вытрите, пожалуйста, просто об свою салфетку вытираем и все. Не надо ее там мыть, ничего не нужно делать, просто вытираем ее хорошенько и все. Если кисточку нужно помыть все-таки, да, у вас, например, одна кисть, вы ей рисуете, это можно сделать под проточной водой, немножко хозяйственного мыла, если вы маслом рисуете, да, промыли ее, протерли, все, либо рядом масло положили, поставили и в масло макнули, вытерли, макнули, вытерли, тоже таким образом мы избавляемся от нашего пигмента, который находится на кисточке. Все. Итак, вот я смотрю, что у меня глаз тяжело идет, я возьму разбавитель немножечко, и опять же я вам говорю, что если у вас так же тяжело идет, да, то мы можем взять немножко разбавитель, либо немножко маслица, без разницы какого масла, можно льняное, если у вас есть, если вы рисуете маслом, а если не рисуете маслом, то можно обычное хозяйственное, вот, ну, в смысле в хозяйстве, которое, да, на котором вы жарите, грубо говоря, это подсолнечное или какое, да, то есть у всех свое масло, на котором готовят, вот можно чуть-чуть, там капелька нужна, буквально капля, вот действительно. Итак, блик я нечаянно закрасила, тоже учтите, не нужно это делать, особенно если такая бумага, как у меня, она не отдает пигмент, это вообще, в этом беда, и поэтому мне пришлось резинкой, как бы выдрать первый слой, грубо говоря, вот этот верхний самый. Ну, ничего, я сейчас это все подправлю, заболталась, да, заболталась, задумалась, и поэтому у меня вот так вот получилось. Итак, я дальше просто беру в эту же кисточку, которая у меня была испачкана в синем фице, белила чуть-чуть буквально, и втираю в краску, посмотрите, глаз сразу засветился, он как будто бы ожил, живой глазик, да, то есть у нас есть и тень, и свет, мы сейчас еще будем тенюшечку усиливать, для того, чтобы еще создать более объемный глаз, но если вам этого достаточно, то, пожалуйста, можно остановиться и на этом этапе. На что нужно обратить внимание, то есть у нас сверху будет тень, в любом случае от века идет тень, поэтому мы сверху усиливаем темным цветом, который у нас идет, просто можно синий хц, прям взять ваш синий карандаш, прям темный, да, которому мы зрачок, и прям сверху немножечко накладывать, сверху и снизу, прям как вот рыбку мы рисуем, грубо говоря, а потом внутри этой рыбки мы закрашиваем края вот эти вот, которые сужаются, для того, чтобы внутри получить кругленький шарик, да, круглый глаз. Глаз у нас выпуклый, он не плоский, поэтому мы тоже стараемся делать так, чтобы у нас он подсвечивался, как бы светился, да, посмотрите, это делается очень легко, когда просто сухая кисть масла. Берем чуть-чуть вот белила, да, как я там тогда сделала, и втерла прям в красочку, вот чуть-чуть прям, если у вас с первого раза не получилось, вы перекрыли, сделали еще раз, это так удобно, так здорово, и я прям радуюсь, если вы карандашами рисуете, и если вам что-то не нравится, вы можете взять резинку, ластик обычный, и чуть-чуть вытереть тот слой, который у вас не получился, если сильно перетемни, или наоборот, там что-то, то есть это без проблем это делается. Все, то же самое делаем со вторым глазиком, да, то есть его сначала обводим темным цветом, потом туда вмешиваем синий, потом выбеливаем немножечко, или белым карандашом можно, кстати, если вы карандашами закрашиваете, особенно этими акварельными, тоже легко это делается, или пастелью тоже самое, это тоже самая техника, вся та же самая, в общем. Вот, и аккуратненько выбеливаете для того, чтобы получить объем. Глазки проверяйте, пожалуйста, чтобы они были одинаковые, но при этом у нас правый глаз должен быть более светлый, чем левый, потому что у нас туда будет падать свет. Далее мы закрашиваем носик, для этого я беру розовый цвет, любой, который у вас есть, можно его взять, можно немножко красноватый цвет с бельем смешать, это тоже будет хорошо. Все, я немножечко обвела носик, взяла коричневый марс и усилила тени, где у нас полосочки идут над глазами, где глазки сами возле носика тоже аккуратненько, вот так вот провела сухой кистью, то есть я взяла прям марс наш коричневый немножечко растушевала на палитре и закрашиваю вот там, где у меня тени, просто аккуратненько закрашиваю. Наш котик на подстилочке, поэтому я тоже подстилочку аккуратненько показываю тень и свет, чтобы видно было, что она как-то там под лапками немножечко смялась. Дальше мы просто с вами растушевываем, где-то где нужно стираем что-то, лишний там карандаш, например, у меня он очень тяжело стирался, но вот кое-что я подобрала немножечко. И можно еще усилить свет, то есть взять прям белило где-то и подсветлить, если у нас немножечко котенок затемнился в процессе закрашивания, для того, чтобы больше сделать света. Там, где губки, кстати, тоже немножечко розовеньким можно положить, прям слегка, вот смотрите, у меня прям совсем слегка. И так и оставить это вот так вот аккуратненько. Вот я прям беру белило, видите, да, то есть это масло белило, и прям делаю еще пушочки. То есть мне, так как я не могу как бы убрать, да, пигмент с бумаги, поэтому мне приходится делать так, то есть прям поверх белило сделать. Ну и фон какой-нибудь голубенький, потому что у нас котик рыженький, и голубенький фон к его голубым глазам будет очень хорошо подходить. Посмотрите, какой котик у нас получился. И главное, что легко и быстро мы с вами нарисовали вот такого замечательного котика. Его даже вот можно в рамочку поставить, и он будет вас радовать. Такая техника сухой кистью. Если вам интересно, пишите в телеграм-канале, я обязательно сделаю курс, расскажу, как рисовать. В общем-то, мы, в принципе, все с вами сделали. Также в телеграм-канале у меня книги о том, как рисовать животных, и фотографии. Все, до новых встреч, ребят, пока-пока!